Новая роль певицы Леди Гаги, сиквел охотников за привидениями и уморительная комедия в стиле бумера. О свежих кинопремьерах, которые выходят в прокат 2 декабря, расскажем прямо сейчас. Начнем обзор с биографической драмы «Дом Гуччи». Лента посвящена итальянской семье, основавшей один из самых модных брендов мира. Как и в других кланах, у Гуччи полно скелета в шкафу. За лоском, богатством и властью скрываются пороки, предательство и месть, которые приводят к убийству основателя дома Маурицуо Гуччи. Я не претендую на звание самого порядочного человека, но я справедлива. Даже от трейлера фильма пробегают мурашки. В ленте звезды сошлись от режиссера, создателя-гладиатора Ридли Скотта до актеров. В фильме снялись Леди Гага, Аль Пачино, Джеред Лето и Джереми Айронс. Кстати, настоящие наследники Гуччи картину раскритиковали. После премьеры в США они заявили, что имиджу бренда нанесен сильнейший урон. Так как в фильме одни члены семьи представлены бесчувственными людьми, а вторые – настоящими преступниками. В продолжении темы наследников на экраны выходит новая часть «Охотников за привидениями». Действие происходит спустя 30 лет после второго фильма «Мать-одиночка» с двумя детьми-подростками селится на старой ферме. Дом ей достался в наследство от отца – охотника за привидениями. Дети пытаются больше узнать о своем дедушке, не подозревая, что теперь груз борьбы с привидениями ляжет на них. В США фильм «Охотники за привидениями» – «Наследники» вышел на две недели раньше. Рецензии критиков оказались положительными. По их словам, создателям удалось создать не ремейк оригинального фильма, а именно продолжение, не только по сюжету, но и по духу. На этой неделе в прокат выходит криминальная комедия «Бумеранг». Сюжет закручивается вокруг художника-неудачника Петровича, который решает свести счеты с жизнью. Бросившись с крыши, он приземляется на новенькие БМВ циничного бизнесмена Эдика. Теперь у мужчины две проблемы, из которых здоровье не самое важное. Вы упали на мой автомобиль. Таким образом, Маликов Андрей Петрович, должны мне 10 миллионов рублей. В названии «Бумеранг» создатели фильма обыграли известный фильм «Бумер». Так они подчеркнули и образ героя Дмитрия Нагиева, который как бы вышел из 90-х, и саму атмосферу картины с поправкой на время. Также в ленте сыграли Тимофей Трибунцы, Владимир Сычев, Максим Витарган и Антон Лапенко.